В долгах, как в шелках, жители Воронежской многоэтажки оказались в коммунальной ловушке. Актерский талант. Мошенницы обманули пенсионерку на 300 тысяч рублей. Неестественный отбор. Под колесами поезда погиб благородный олень. Вот такие темы дня. Вы смотрите новости 24 в студии Елены Тимонова. Здравствуйте. Очередное мошенничество с двойными платежками. На этот раз пострадали жильцы дома 12 по улице 25 января. Около года люди оплачивали услуги ЖКХ по поддельным квитанциям. Первые липовые квитанции в ящике жильцов этого дома попали еще в июне 2009. Ничего не подозревающие люди исправно оплачивали счета. Оказалось, платили за воздух. У этой управляющей компании, которая незаконно взимала деньги, не было договоров с поставщиками коммунальных услуг на поставку тепла, воды, света. Соответственно, она не имела права взимать с граждан никакие денежные средства. Обман раскрылся только после того, как людям перекрыли воду. Поставщики объяснили. За долги. Теперь выяснилось. По версии следствия, почти 180 тысяч рублей осели в кармане руководители управляющей компании. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Оксана Крамарева, Александр Федоров, Новости 24. 30 лет служения. Митрополит Воронежский и Борисоглебский Сергий отметил юбилей своего посвящения пьепископы. С 30-летием архипастерства его поздравил губернатор Алексей Гордеев. Глава региона вручил владыке диплом областного правительства за доброту и милосердие. Затем губернатор и митрополит говорили о социальных проблемах. В частности, о судьбах детей, лишенных родительской заботы. Нужно связить свои возможности, если они у тебя, может быть, не удающиеся, да, пускай это тебя не пугает. Но если есть достаточно у тебя возможности, чтобы дать что-то молодому человеку, воспитать его, вырастить его нормальным человеком, это ведь действительно большое дело. Сегодня многие священники воспитывают по 2, 3 и даже больше приемных детей, зачастую слабых здоровьем. Простым прихожанам, уверен владыка, есть с кого брать пример высокого служения. В среднем на 568 рублей больше будут теперь получать воронежские пенсионеры. С 1 февраля все веды трудовых пенсий в России увеличатся на 6,6%. Трудовая пенсия по старости станет больше на 591 рубль и составит 9548 рублей. К пенсии по инвалидности добавят 357 рублей, а по потере кормильца 435 рублей. Увеличение также коснется инвалидов войны, родителей погибших военнослужащих, а также участников Великой Отечественной и вдов фронтовиков. А вот традиционные письма счастья сообщили в пенсионном фонде, с этого года рассылаться не будут. На сегодняшний день каждый может узнать состояние своего лицового счета через портал государственных услуг. Раз. Второе. Обратившись в кредитное учреждение, с которым у пенсионного фонда заключено соответствующее соглашение. Почти 300 тысяч рублей и все ювелирные украшения выудили у 78-летней пенсионерки две мошенницы. Злоумышленницы разыграли такой спектакль, после которого пожилая женщина отдала все свои сбережения. К пенсионерке обратилась на улицы незнакомка. Представилась экстрасенсом и доверительно сказала, что видит на женщине порчу. Снять ее можно, но нужны деньги. Чем больше, тем лучше. Вы должны принести мне эти деньги, чтобы я в них вливаю энергию, чтобы они заработали у вас. А сейчас они у вас мертвые лежат. К беседующим будто случайно подошла еще одна дама и начала благодарить целительницу за выздоровление брата. И тогда у пенсионерки отпали сомнения. Она сняла с книжки все сбережения, собрала дома золотые украшения. Все ценности псевдоэкстрасенс завернула в пакет и велела хранить под подушкой. Деньги-то она сказала никуда не смотреть, под подушку положить и ждать, пока день не пройдет. Посмотрела, конечно, в сумке, оказался пакет с салфетками. Поняв, что ее обманули, пенсионерка пошла в полицию. Возбуждено уголовное дело, проводится процессуальная проверка. В настоящий момент проводятся мероприятия, направленные на установление лица, совершившие данное деяние. И мошенница, и ее сообщница пока на свободе. В полиции составили фоторобот подозреваемый. Любую информацию о ней ждут по телефону, указанному на экране или по 02. Алексей Дестерло, Новости 24. За ДТП напротив музея «Диорама» ответит водитель, машина которого вылетела на встречную полосу. Напомню, в сентябре прошлого года на Ленинском проспекте произошла страшная авария с участием двух легковушек и маршрутного автобуса. Тогда погибли два человека. Следствием установлено, что 38-летний водитель иномарки не справился с управлением. На встречной Hyundai лоб в лоб столкнулся с «семеркой». Ее от сильного удара отбросило в паз 65-го маршрута. Никто из пассажиров автобуса не пострадал, а вот водитель «семерки» и его брат, сидевший рядом, позже скончались в больнице. Уголовное дело по факту ДТП сейчас передано в суд Левобережного района. Водителю иномарки грозит до семи лет лишения свободы. В общественном транспорте дресс-код. Для водителей муниципальных троллейбусов и автобусов вводят униформу. Многие пассажиры уже сегодня могли увидеть, как изменились ролевые. Альберт Куркин вышел сегодня на маршрут при параде. Он получил униформу одним из первых. Говорит, уже есть отзывы пассажиров. Ну, хвалят, что аккуратно ездят. И чистенькие автобусы, и все. Значит, должно соответствовать форме одежды. Теплый самое главное. Правда, зимняя форма – это только свитер. Зато разрабатывали модель специально для водителей. Это не пиджаки с твердым плечевым поясом, который мешает как раз работать. Это не рубашки, которые быстро пачкаются и быстро изнашиваются. А вот свитера по типу МЧС из такой вязки. И они выглядят хорошо, они не стираются так быстро. На предприятии закупили 220 комплектов. Сколько потратили, не говорят. Ну, коммерческая тайна. Что же касается летней униформы, то на дне еще работают дизайнеры. Анастасия Ромакова, Евгений Адамов, Новости 24. В Воронежском биосферном заповеднике переживают потерю. Там, под колесами электропоезда, погиб благородный олень. Останки оленя на железнодорожных путях нашли инспекторы, патрулирующие территорию заповедника. Причем тушу животного кто-то уже успел освеживать. Были обнаружены следы крови и шерсть. Также внизу была обнаружена шкура животного. Положительно, было сбито поездом. Для специалистов это настоящее ЧП. Наша область считается родиной европейских благородных оленей. Но за последние 20 лет популяция этих доверчивых животных сократилась в 15 раз. Сейчас их всего 58, поэтому дорога каждая особь. Все материалы по происшествию инспекторы передали в полицию. И это еще не все. Прямо сейчас погода от РЕН-ТВ Воронеж. А после узнаем, насколько остро стоит проблема беспризорности детей в Воронежской области. В программе «Область перемен». Восемь вечера. Премьера на РЕН-ТВ. Прости меня. История счастливых отношений, ставших несчастливыми. Не переключайте.